Поздравляю тебя, экономный любитель компьютерных игр! Пришло твое время! На днях Nvidia представила последних прекрасных представительниц иерархии Pascal видеокарты GTX 1050 и 1050 Ti. Они должны заменить на прилавках магазинов GTX 950 и конкурировать с картами AMD RX 470 и 460. Знакомиться с возможностями новых видеоускорителей мы будем на замечательном примере GTX 1050 Ti Gaming X4G от компании MSI. Простой 1050 у меня пока нет, про нее расскажу в отдельном видео, когда ее раздобуду. Карту сделали в том же стиле, что и всю новую серию Gaming. Только 1050 и 1050 Ti не такие здоровые. Даже красные вставки и логотип светятся. Можно сказать, что это мимимишные версии старших моделей. Весит карта всего полкилограмма, так что деформироваться тут нечему, соответственно, бэкплей в карте не нужен. На панели интерфейсов нашлось место только трем портам. DVI-D, HDMI и полноразмерному DisplayPort. В принципе логично, ведь карты маломощные, подключать к ним четыре монитора ни к чему, хотя при желании можно подключить до трех. Кстати, новые карты не поддерживают шлемы виртуальной реальности и их нельзя объединить в массив SLI. В остальном набор фишек такой же, как у старших моделей. Новые модели построены на графическом чипе GP107. Модели 1050 Ti досталась полноценная версия чипа. Модели 1050 слегка урезанная, ну и память ее обделили. У Ti 4 гигабайта видеопамяти, у простой GTX 1050 всего 2. Как по мне, для современных игр с разрешением Full HD этого маловато. Референсным версиям новых карт не требуется дополнительное питание, то есть они потребляют меньше 75 ватт. Но так как это лучшая GTX 1050 Ti, которую может предложить компания MSI, ее серьезно разогнали. С 1290 до 1379 МГц. Даже памяти накинули сотню МГц. Естественно, это сказалось на энергопотреблении, поэтому, чтобы карта нормально функционировала, потребуется дополнительное питание. Чип с таким скромным теплопакетом не нуждается в убер-охлаждении, поэтому карта получила скромный, но качественный радиатор с одной теплотрубкой, которая напрямую контактирует с графическим процессором. Подсистема памяти собрана из четырех чипов производства Samsung по 128-битной шине. Паз питания ядра всего три, нагрузка на них маленькая, поэтому радиатор над контроллерами питания решили не устанавливать. Но, видать, систему охлаждения здесь проектировали под обычную 1050, потому что радиатор затрагивает только два чипа памяти. Переходим к практическим испытаниям. В синтетических бенчмарках карта демонстрирует приличную производительность, здесь ее можно сравнить GTX 960 или R9 380. На всякий случай скажу, что все тесты карты я проводил в режиме ее максимальной производительности, то есть скачал утилиту Gaming Applications и активировал режим оси. Монитор поставил с разрешением Full HD, потому что с 4К играть на этой карте не получится. Работать можно, но игры будут безбожно тормозить. Процессор i5-6600K, работающий на номинальных частотах. Итак, Ведьмак 3. Все настройки на максимум, Hairworks отключен. Бегаем по Новиграду с фреймрейтом 40-45. Если понизить настройки до просто высоких, получим стабильные 55-60 фпс. Doom 4 вообще яркий пример того, как надо делать игры. Красиво, динамично и совсем не требовательно к железу. В общем, на ультра настройках 80-90 фпс. В Dark Souls 3 удается феерично умирать с 55-60 фпс. Естественно, все настройки графики тоже максимальны. Far Cry 4. Максимальные настройки графики, стабильные 55-60 фпс. Никаких фризов и прочих сюрпризов. Встроенный бенчмарк в игру Rise of the Tomb Raider показал, что на максимальных настройках графики с активированным режимом DirectX 12 можно рассчитывать в среднем на 45 фпс. Для экшена этого маловато, так что рекомендую понизить настройки до просто высоких. Думаю, этих игр вполне достаточно, чтобы оценить производительность карты. Как видим, она тянет любую современную игру с разрешением Full HD на максимальных настройках графики. Мейнстрим игры я не запускал, и так понятно, что в CS GO и Dota 2 фпс будет выше крыши. Overwatch тоже будет летать, его уже нормально оптимизировали, и он не тяжелее Far Cry 4. Что же касается температуры, то скажу, что карта прошла тест Fire Strike в пассивном режиме охлаждения. Напоминаю, что в картах MSI вентиляторы начинают крутиться после нагрева ядра до 60 градусов. Во время игры в Ведьмак 3 карта нагрелась до 60-65 градусов. Вентиляторы при этом работали очень вяленько. В принципе, карта получилась очень хорошая. Она тянет все, на максимальных настройках графики с разрешением Full HD. Практически не греется, не удивлюсь, если встречу версию 1050 Ti с пассивной системой охлаждения. Но это еще не все. Бюджетные модели Nvidia очень хорошо разгоняются. По крайней мере, так было с предыдущими поколениями карт. Приятно, что Nvidia продолжает эту славную традицию. Я смог разогнать версию Ti до 1534 МГц, памяти добавил сверху еще 480 МГц. Это повысило производительность карты примерно на 8%. Замечу, что модель совсем новая и Afterburner про нее еще не знает. Поэтому я не смог повысить напряжение на видеоядре. А в драйвер залезать как-то неохота. Так что скоро на HWBot начнут появляться удивительные результаты разгона 1050 Ti. Думаю, с доступом к напряжению ядра эту модель можно разогнать до уровня GTX 1060. Что же касается конкуренции SRX 470, по бенчмаркам новая Ti ей уступает. Хотя под разгоном выборах демонстрируют почти такие же результаты. К тому же практически не потребляет электроэнергии, а конкретно эта модель еще и очень холодная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова